Азов Инфо Спорт Мы уже на протяжении многих лет выступаем инициаторами социальных проектов, которые направлены на поддержание детского спорта, на прививание детям здорового образа жизни, спортивного образа поведения. И поэтому эти соревнования, естественно, стоят закономерно, исходя из этой политики, социальной политики компании. 140 ребят из детских домов и школ-интернатов из семи регионов страны приняли участие в состязании. Очень рады и довольны, что мы удалось поучаствовать в соревнованиях. Во-первых, это для ребят определенный стимул. И не только повариться в своем котле, а и выехать куда-то посмотреть, и другие команды, как играют. То есть и сделать определенную оценку тех достижений, которые сами сделали. Спортсмены выступали в двух категориях – 12-13 и 14-15 лет. Ребята боролись за право попасть в финальную часть соревнований. Только две команды от каждой возрастной группы смогут побороться за главный приз – поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Там играют великие игроки. Это стадион, грандиозный стадион. Там все на высшем уровне. С кем бы хотелось из известных игроков встретиться в Баварии? С Дэнниом Уэлбуком. Это форвард команды «Арсенал». Я болел за Баварию Мюнхен, немецкий клуб. Томас Мюллер игрок там есть. Нападающий. В первой группе победу одержали воспитанники школы-интерната города Новошахтинска. Ребята поборются за главный приз со спортсменами из Адыгеи. Во второй категории наибольшее количество очков набрала сборная школы-интернат номер 29 «Ростова-на-Дону». В финале ей предстоит встретиться с командой из Кабартино-Балкарской республики. Заключительный этап состоится в конце мая в Олимпийской столице в городе Сочи. Александр Истомин, Олеся Слынько, Азот-Инко. В поселке Веселом Ростовской области состоялись 12-е спортивные юношеские игры «Дона» по настольному теннису. Азовские спортсмены заняли призовые места. Тренер-преподаватель Дома детского творчества Владимир Чуйков сообщил о результатах соревнований. Участвовало 12 городов и районов. Азов среди второй группы городов занял первое место, общекомандное. Пашкова Екатерина в личном первенстве, ученица 11-й школы, заняла третье призовое место. Это впервые вообще. Добрянов Владислав, ученик 6-го класса, школы номер 14. Он занял пятое место. А Черевиченко Максим занял седьмое место. Воспитанники секции Кикосинкай каратэ до из села Пешково приняли участие в учебно-тренировочных сборах «Первый шаг к победе», которые состоялись в Ростове-на-Дону. Ребята тренируются под руководством Арсена Терандрясова. Юные каратисты завоевали две серебряных и одну бронзовую награду. Соревнования, посвященные Дню местного самоуправления, состоялись на базе с Дюшор номер 9, в которых приняли участие муниципальные служащие города Азова. Второй год подряд проводятся соревнования, посвященные Дню местного самоуправления среди муниципальных служащих. Интерес участников с каждым годом возрастает. Если в прошлом году с трудом набрали шесть команд, то в этом году мероприятие приняло участие около 90 человек. У всех участников нашего сегодняшнего спортивного мероприятия объединяет одна идея. Это идея победить в сегодняшних состязаниях. На самом деле для всех команд созданы равные стартовые условия. Среди участников команд нет ни откровенно слабых участников, нет ни фаворитов. Муниципальные работники с Азартом принимали участие во всех видах спорт. Это прыжки, дартс, беговые и развлекательные эстафеты. Я занимаюсь спортом всю жизнь. Не профессиональным спортом любительским, но для меня это неотъемлемая часть моей жизни. Поэтому это считаю как одно из самых лучших проявлений здорового тела, здорового духа. Судя по эмоциональному накалу, по улыбкам, по тем взаимоотношениям, радость победы, горечь поражения, если в любом случае это эмоции, они положительные, они дают заряд бодрости. Я надеюсь, что победители на этом не будут останавливаться, будут тренироваться, а проигравшие будут подтягиваться к победителям. То есть в любом случае эффект положительный. Борьба была напряженной. Всего два очка уступила сборная команды депутатов победителю турнира команде сотрудников администрации. Третье место заняли работники социальной сферы. Олеся Слынко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо.Спорт. С 3 по 5 апреля проходил Кубок Ростовской области по гребле на Байдарках и Каное. Эти соревнования являются отборочным этапом для участия в чемпионате и первенстве России. Эльор Мухамедов завоевал одну золотую и одну серебряную награды. В его возрастной категории было около 40 человек. Спортсмен тренируется под руководством преподавателя с дюшор номер 9 Марины Петренчук. Именно он будет представлять Азов на всероссийском турнире, который состоится в конце апреля в городе Краснодаре. В Каменц-Шахтинске состоялись очередные десятые игры Дона по шахматам. В общем зачете воспитанники клуба «Ладья» заняли почетное четвертое место. Был командный турнир, собралось 7 команд. В итоге наша команда заняла второе место среди второй группы городов, которые относятся там, Азов в частности. То есть победа досталась хозяинам Каменц-Шахтинска. Вот они как раз первое место в нашей группе городов заняли. У нас среди наших участников лучший результат показала Швеждо. Екатерина с девятой школы, она набрала полтора очка из трех. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова